здравия желаю Игнатий Тихонович а кто вы такой откуда вы нас я человек из ташкента вам звук не мешает чистый звук идет к вам в уши хорошая слышимость хорошая да ладно я а то наушники могу одеть чтобы было чисто как вас звать меня звать по крещению в тринадцатом году я покрестился Алим Али Маковей Алим 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 да понятно нет не Алим 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 Маковеев Алим Маковеев Алим 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 просто нету А где вы смогли так покреститье православной вереο Маковееий вот это вот подождите минутку семья большая хорошо хорошо не алим Маковеев может быть и так просто я не встречал это очень интересно для меня Ну да, да, редкие. Да, я сам из Ташкента, Игнатий Тихонович. Да, да. Вот, я приехал, вот, у меня мама отсюда, с Татарстана. Она такая, в общем, славянка, вышла замуж за моего отца. Вот, и жила там, в Средней Азии, в Ташкенте. Прошли много года, и вот под конец она приехала сюда и здесь умерла. В общем, я остался здесь. Я покрестился в 13-м году. Когда я покрестился, я пришел сюда, к православной вере, очень долго шел. Длинная была судьба. Прошелся все, сам мусульманин был рожден, как говорится, резанный, обрезанный. Прошел свой путь. Вы слышите, да, что я говорю? Да вы не сомневайтесь, потом разберемся. Не сомневайтесь, потом разберемся, правильно? Я разобрался уже. Я очень рад, что вы... Минутку, подождите. Мы все записываем, и все выставляется в интернет. Вы не против? Не против, рад буду. Если кто против, я просто сладко выключаю и все. Так, ну и хорошо, мы говорим о хорошем. Не, я не... Мы никакие не ваххабиты. Очень о хорошем. Мы никого не боимся. Не боимся, да. Мы христиане. Мы ничего не боимся. Да. Да, да, православные, именно православные. У нас хорошее отношение с мусульманами. Я че? Со всеми. Да, давайте. Дай Бог, чтобы все помогло. К вам я хочу поделиться с вами. Давай. Так, дай Бог. Я вот в православной вере с 13-го года покрестился. Да. В РПЦ нашем. Ну, я много чем не был согласен. Последовательно. Не сразу. Когда я пришел в православную веру, мне все осмыслил, мне это все было угодно по душе моей. Но со временем я начал сомневаться о догматике всякой, о трех перстнях неправильном. Мне староверы больше нравились. Не староверы, а старобрядцы, может быть, их называть можно как. Вот у них более фундаментальное объяснение, что большой палец и троица обозначают вот эти. А два это как отца начало и его земное. Мне понравилось больше. После этого я пошел в церковь. Когда начал расспрашивать у батюшек, они агрессивно со мной разговаривали. Даже в психбольницу посоветовали мне обратиться, в психиатрическую больницу, к врачу. Мне это обидно стало. И после этого я понял, что что-то с православной верой не то. Буквально с 13-го года... Это Володя. Володя, снимай. Я рад, спасибо. И вот, и в общем, с 13-го года у меня произошло, как бы сказать, переворот моего сознания. И то, что благодать Божья меня с 13-го года не оставляет, постоянно дает понять глубочайших пониманий в православной вере. И я был обижен и ушел, потому что не нашел ответа. Потом в интернете я нашел ответ, что меня больше устраивает староверские понимания. Много в догматическом, ритуала и так далее. Во всем этом. И получается, что я разочаровался. И сейчас я в церковь не хожу, потому что я смотрю, там вместо Иисуса Христа у них сидят уже бесы, мне кажется. И люди вообще как зомбированные ходят. Что там бесы сидят? Я плохо слышу, поэтому я его переспрашиваю иногда. Говорите, пожалуйста. Ладно, ладно. И вот, сомневаться я начал. И получается, то ли я покрестился в книгу «Живодня», записался ли, или я остался опять в книгу «Мертвых», как мусульманин бывший. Вот и сомневаться я начал в православной вере. Когда произошел раскол с Никоном, а вакуум с Никоном, помните, да, в 1597 году. И вот, пройдя времени, я сомневаться начал. В Великом Устюге мне досталась от староверы одна книга. Называется «Человек. Храм Божий». Когда я его прочитал, я еще больше засомневался, что сегодня во дворе не 2015 год, а 2024 год от Рождества Иисуса Христа. Я засомневался, почему годы у меня не совпадают с современной жизнью. Получается, мы если отстаем, то что-то не то. И я начал копаться в этом. И вдруг, когда эту книгу я прочитал, попросил у старца подарить мне его. Он сказал, или переписать. Он мне его не дал, потому что он пообещал Валентине одной женщине. Он ему и я дал. Валентина, я бы говорил, можно почитать. Она дала мне Валентина почитать. Прочитав полностью эту книгу, я прихожу к мнению. Почему такой ложь ввел один человек. Называет его как раз Герман Стерлигов, раввин Акиба. Он масоретскую книгу описал. Библию переписал, точнее. Свою древнееврейский язык переписал. После Рождества Иисуса Христа изменил много что. Во времени, проживание и так далее. Изменил, что он родился не в 5500 году, а в 5008 году. Как раз я увидел, когда Герман Стерлигов обсуждение вывел эту тему. И я с ним был согласен. Потому что я это тоже где-то прочитал и начал удивляться, кто мне поверит, что сегодня во дворе 2024 год. Меня сумасшедшим почитают. А я-то сам-то недавно православный верил. А когда я начал искать историю, не смог найти конца с концами. И вдруг вот человек, Герман Стерлигов, как-то проявил это, объяснил. И я был шокирован. И вот хочу у вас спросить, как вы на это смотрите? Объясните, пожалуйста, что такое... Вот септуагента было перевод на древнегреческий язык. А потом Равин Акиба изменил вообще. Все исказил и пошла ложным путем. Не может ли Равин Акиба быть служителем сатаны? Что, изменив всю православную веру, исказил и пошло до сегодняшнего дня кубурком вниз, а не вверх, возвышение к Господу Богу. И мы дошли, уже один шаг остается, до ада. Разрадностью, жизнью своей и так далее. Вот у меня, что произошло в моей душе. Как вы на это смотрите, Игнатий Тихонович? А скажите, пожалуйста, как вы на меня вышли, где нашли? Я смотрел в этом ютубе просто очерки людей, высказывания. И случайно смотрю, вышел Игнатий Лапкин. Я включил беседу с этим, ну, с одним человеком. Ну вот, я послушал, у меня очень смысл понравился. А с кем беседа там была? С православными батюшками. С православными батюшками, я уже не помню имя. Да, да, с РПЦ был разговор. И вот мне понравился ваш разговор там, доклад. И вот в этом докладе я увидел то, что происходит, ну, много разногласий с сегодняшним, которые развалены православные. Нам нужно его духовно как бы поднять, что ли, восстановить этот все. Как говорится, эти соборы, которые были, семь соборов, идет восьмой сейчас. В шестнадцатом году хотят восьмой собор организовать, Кирилл Гундяев. Я очень переживаю. И вообще, эти соборы нужны ли были нам, Богу? Эти соборы, получается, только один можно, седьмой собор принять. А остальные-то, зачем они нужны были? Неужели мы на таком уровне диком, что не можем разобраться, как нас вести с собой и с нашей церквью? И мы, получается, как дикие люди. Как первый класс. Один плюс один будет два. И у нас первый собор прошел, согласен всеобщим. Потом второй соборы. А зачем они нужны были, когда истина, она одна? Вот к чему я пришел. Было эгоистические взгляды людей, получается, и разногласия. Начиная с греческих. У меня первый вопрос. Вы, когда мусульманином были, вы Коран изучали? Изучал, да. А окружающие вас в Ташкенте знали, что вы мусульманин? Не-а. Я потому что не очень сильно похож на них. Они темной кожей, а я чуть-чуть посветлее. А вы по нации кто? Ну, они думали, что я мусульман. Вы кто по нации? Я русский, это узбек. Узбек. Татарин с узбеком. Ну, дело в том, что... Татарин с узбеком, да. Кто принял обрезание, принял мусульманство. И потом изменяет вере, как они говорят. Они таких уничтожают. Уничтожают. Я не боюсь. Ну, хорошо. Но начнем с того момента, где вы начали говорить, вы встретили старообрядцев. А у этих старообрядцев священники есть? Потому что старообрядцы есть приемлющее священство и беспоповцы. Вот, которые принимают священство, это два... Беспоповцы. Беспоповцы? Ну, я, судя по рассказам, какую книгу читали, это беспоповцы. Это не церковь. Это раскол. Церковь старообрядцев, это белокреницкая иерархия в Москве, на Рогожском поселке. У них митрополит Корнилий. Если вас это заинтересует, туда можете обратиться. Это настоящая церковь. Они все содержат так, как было до Никонова реформа. В Москве, запишите, возьмите. Я скажу вам где. Рогожский поселок. И что, говори? Рогожский поселок. Рогожский? Рогожский, Рогожа. Ага. Рогожский поселок. Ага, да. Москва, у них митрополит Корнилий. Это называется Старообрядский Белокреницкого Согласия. Белокреницкая. Полное название. Белокреницкая. Вот это церковь настоящая. У них есть священство. Вторая там есть ветви у них. Называется Древле Православное. Запишите. Древле Православное. Все Древле Православное так же. Но между собой они не сообщаются. Она называлась раньше Новозыпковская. Новозыпковская. А сейчас как? Древле? Древле Православное. Их надо поискать адрес какой. Я не знаю адрес. Они сейчас перевели свой главный штаб в Москву. У них патриарх Александр. Патриарх у них. Александр. Запишите. Вот. Вы тут уже сами должны избрать. Писал. А те, которые вам встретились. Беспоповцы. У них нет священства. Это раскольники. Но они исповедуют Правильно Православное. Они. У них очень много. Вархандричские. По Писанию. Вот кто-то исказил. Что-то. Этого ничего нет. Это все выдуманное. Никто не искажал. Такого раввина не было. Переводили. Которые это три. Акила. Запишите. Как их назвать. Раввина. Акила. Акила. Симмах. Ага. Акила. Симмах. И Феодатион. Ага. Феодатион. Вот три переводчика раввина. Феодатион. Я тебе переводами. Переводы на греческий язык пользовался ям флотауст. А вон. Септуагин-то перевод 70. Септуагин-то. Это главный перевод. Вот. Теперь они вам сказали, что... Он получается перевод. Септуагин-то. Это при Филадельфе было. Когда Александр Македонский умер, то его государство распалось на четыре части. Ага. Это уже никакого повреждения нету. Все проверено не на сотни, на тысячи раз. Септуагин-то. Перевод 70. 70 переводчиков было. 70 переводчиков. Вот. Я понимаю. Новообрядцы вам говорят, нужно молиться вот так. А новообрядцы говорят, нужно молиться вот так. Это троица, а это Бога человечества. Да. Это вот земля, а это небеса пригнутые, как бы Господь преклонил небеса и сошел. Я понимаю. Но то и другое не имеет первоначальной основы. Первоначально христиане крестились одним пальцем, говорит Анзлатоус. А они на арене поднимали палец, когда львами их травили, и говорили, Христос рыгна, Христос царствует, Бог единый. А вот когда возникла ересь против троицы, арии был такой, тогда христиане показали, вот, это троица. Так стали молиться. Но возникла ересь монофилиты, то есть одна воля. Христиане, говорят, две воли, и стали молиться вот так. Совершать крестное. И когда князь Владимир в 98-м году принимал христианство, у Греции было два образа совершения крестного знамени. И так, и так. Но православные приняли вот так. Вы назвали цифру неправильно, там, 1579-й. Реформа была в 1656-м году. 1656-м. А, понятно. Вот. И Никон делал реформу ненужную, он все перепортил. Но она-то, в конечном счете, вот эта его реформа открыла путь к каким-то исследованиям. Музыканты появились, художники. У старобряцев ничего этого нету. Там мертво все стоит. То есть развития нет, ни композиторов нету, ни писателей, никого нету. Они друг друга не принимают. И которые беспоповцы, они между собой разнятся. Их примерно, я сейчас не знаю, но раньше было, 30-40 лет назад, 50 толков. 50. Все они староверы, все двумя пальцами крестятся, но друг друга не признают. Это часовенная, поморская, согласие нетовская, глухая нетовщина. Вот, то есть дырники, голбежники, там конца нету их. Теперь о Германе Стерлигове. Вот он, на вас его натолкнул кто-то, я сейчас буду рассказывать. Герман Стерлигов совершенно неверующий человек. У него веры никакой нету. Он разрушитель. Он разрушитель. Он захватил миллиарды, когда возможность была, создал компанию Алиса. И вовремя ушел, его не пристрелили. И теперь он там балуется, что-то разводит, сахой пахать и все. Он дурит всем глаза, мозги. Он совершенно неверующий человек. Ведь то, что он годы переставляет, это абсолютно к истине не относится. Ошибка была допущена. Действительно так. Сейчас идет не 2015-й, на 4 года 2019-й сейчас идет год. Почему? В 532-м году, вы запишите, 532-й год шел от Рождества Христова, а счет шел еще не от Рождества Христова. А Деклетиана такой был в 4 веке гонитель христиан. Ну, так утвердилось, допустим, эра Ленина, эра Карла Маркса. И тогда Пасхалию рассчитывали, когда... И Дионисий, мало это вам, может, не потребуется. И он заметил, через 532 года цикл Пасха возвращается в те же числа, в то же место. И по порядку так, 532 года снова, 532 года снова. И он подумал, что, может быть, 532 года назад Христос родился. Никто не знал. И так и приняли условно. А когда раскопки делали и увидели, что документы, ну, сохранились на глиняных табличках, написанных, пергамент, что Христос родился на 4 года раньше. Раньше. А почему? Потому что Ирод... Ирод, Ирод, царь Ирод, умер за 4 года до рождения Христа. Он не мог ради... Он его гонитель. И тогда церковь приняла, но уже менять график на стали. Так и оставили. Идет у нас, но мы для себя знаем, это ни на что не влияет, на 4 года. Герман ни на чем не основывается, он просто дурит мозги. Он дурит мозги, он разрушит... А тогда получается... Он разрушает... Я его очень хорошо знаю. Он разрушает в людях всякую веру. Вызывает недоверие к Святой Библии. Переводили, кто-то сделал неправильно. Почему? Его не за что взять. Основа, основа Библия. Вся Библия святая. А я сослаться не могу на нее, потому что он ее отверг. Ну, представь, вот с мусульманином говорить, а Коран убрать. Ну, и мусульманина нет никакого. Если Библию убрать, то христианство исчезает. Евангелие. Евангелие уйдет. Он все дурит. И он говорит, патриархия не такая московская. Греческая не такая, католики не такие. Он один, только один на всю Вселенную. И будто бы есть где-то иписка, которого никто не знает. Он дурит мозги. Если вы хотите знать истину, вы вычеркните его из памяти. Он один. А никого больше нету. Ну, получается, у нас сегодня во дворе какой год, если по вот этим старым пониманиям? Сейчас идет 2019-й. Плюс 4, добавьте и все. Ага, 2019-й. Ну, сейчас 15-й год, добавят 4. Но это знают немногие. Это ничего не отражается. Я просто говорю вам, чтобы у вас было полное образование. Понятно. И еще один вопрос. Так, подождите, подождите. У меня вопрос сначала. А вы, когда вас крестили, в полное погружение под воду скрывались? Нет, нет. Это обманули вас? Тоже попы обманули? Да, побрызгали и за 20 минут. Это обманули. Попы обманули вас. Крещение должно быть в полное троекратное погружение. Ага. Вот так вот меня покрестили. Я не знаю даже. Нет, нет, нет. Надо найти настоящего священника, который признает все это, и чтобы покрестил вас в реке или где в полное троекратное погружение. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, вот я еще хотел спросить. На самом деле у нас сейчас в Библии, оно идет от Масаритской, это редакции перевода этого, или идет от Септуагента? Вот это вот разница. Новый завет Септуагента, новый. Новый завет. Потому что его писали на греческом языке уже. А Ветхий завет? Ветхий завет с еврейского языка. Но сравнивали его с латинским, с арабским, с греческим и с творениями святых отцов. Перевод русский один из самых лучших в мире. Он был сделан в 1876 году. В 1876. Четыре духовные академии переводили. Два человека, Макарий Алтайский Архимандрит и Митрополит Пиларет, канонизированные, святые. О, понятно. Это самый-самый хороший перевод. Сегодня таких переводчиков у нас даже и нет. Я разговаривал с Александром Менем. Слышали такого, убитый священник? Да, слышал. Был такой. Он еврей. Он работает с еврейскими книгами. Но когда я спросил его, вы могли так перевести, как вот переводил Хвольсон, Давид Аврамович, он засмеялся и говорит, конечно нет. У меня сохранились записи. Он говорит, нет. Он еврей. Он энциклопедические познания у него. Но он понимал, что те переводчики, они не имеют равных. Понятно. А теперь вот когда вы креститесь, как вы держите, одним пальцем или двумя пальцем? Нет, мы делаем вот так. Я с детства так приучен. Мы родились в старообрядческой семье, Беспоповской. Евангелия не было. Мы ничего не знали. Но я с детства был избран Богом. Избрание заключается в том, что человек рвется к познанию Бога. Я все время старался укрыться, помолиться. Искал везде, изучал. То есть это Бог спас меня от всех грехов, какие были, которые товарищи чем занимались. Я нас слышал. Бог сохранил меня, просто это избрание. А потом мне он открылся. Я услышал о Христе среди сектантов. Но как был я православный, ни одного дня сектантом не был. Не был. Но я сразу понял, что везде все разница. Нужно толкование иметь от святых отцов. И вот это толкование теперь, оно у нас есть блаженного фопилакта, который взял из всех святых отцов. Из Златоуста, Василия Великого. По которому я вел занятия в пяти университетах, по радио, везде. А как относится к вашим высказываниям РПЦ наша, Кирилл? Видите, мы сейчас по-прежнему относимся к русской православной церкви за рубежом. Зарубежная. Ага. Которая белоэмигрантская, царская называется. До революции была. Вот. Но сейчас остались у нас в России, вот после этого акта о каноническом признании, только мы две общины. Но мы признали, мы признаем благодатность Московской патриархии, патриарха, их архиереи к нам приезжают, мы вместе молимся, причащаемся, но им мы не подчиняемся. Они нас сразу уничтожат. Мы их знаем очень хорошо. Да. Они нас сметут. У нас деревню православную строим мы. Я вот начальник детского лагеря, у нас большая миссия. Вот нынешний мы были, проехали Турцию, до Лиссабона, Португалия. Вот. Так. А можно к вам приехать летом? Надо узнать. Хорошо вас узнаем, тогда можно сказать. Пока нет. Я узнаю, кто вы, с кем живете, как. Я живу один. Я уже один остался. Мне 50 лет будет на следующем году. 49 на сегодняшний день. А вы судимы не были? Нет, я не был судим. А почему они вас посчитали, что вы психически ненормальный-то? А потому что я начал говорить, что идет в последние времена, мне такое ощущение, что Господь уже скоро вступит на землю. И по грехам нашим. И будет страшный суд. А она говорит, какой будет? О печати она вообще не поняла. Я говорю, идет печать антихриста уже на подступе. Я же понимаю, что такое технология. Это чипы. Это не будет уже чипами металлическими вводить тебе под кожу. А уже лазером будут просто в лоб проводить. Как штрих-код. И все. Ты даже не узнаешь, что тебе поставили печать. Она смеется. Нет, будет предупреждения. Позвонит по сотовому телефону и скажет, мы тебе печать поставим. Ты согласен или нет? Я говорю, это спрашивать даже не буду. Когда в магазине будешь продукты покупать штрих-кодовыми, 30 серебряный, тебе так шебартанут по руке или по лбу, ты и сам не опомнишься, как получишь. И пойдешь в ад. Я говорю, не за этим... Тут маленько вы неправильно говорите. Дело в том, что печать ставить будут. Не просто ставить, а что ты человек отрекается от Христа. Среди отца истолковали. И только тогда, когда ты этого ставленника евреев, который в Иерусалиме воцарится в храме на 3,5 года, признаешь за Бога, вот тогда только ты примешь его начертания. Не дай Бог. А так, что ты шел, внезапно тебе хлопнули, печать, товро поставили, как лошади на холку. Этого не будет. А почему, Игнатий Тихонович? Я могу объяснить. Вот заметьте, ученые, есть такие ученые, уже даже бессмертия добиваться начали. Ученые открытие сделали. Называется волновая генетика. Посмотрите, это Петр Петрович Гореев как раз занимается этим. Но он изменяет уже волновую частоту человека, что он становится, может, жить 400 лет и до 900. Это не дано, не дано. Али, послушай, что они могут делать, но сделать не возделать, потому что человек по образу Божию. И человек наделен свободой. Свободой. Бог наделил. А такими пешками, чтобы заклеймили, ему дали сигнал, он бросился. Вот они делают такие советские коммунисты. У Гитлера фашизм, там, Хайль Гитлер кричали. Но и тогда люди были, которые не все подчинились. Это добровольно принимали. Вступали в гитлеровскую нацистскую партию, в коммунистическую. А я вот не был ни в пионерах, нигде. Я другим путем пошел. Они ничего не могли сделать со мной. А вот паспорт я получил 45 лет недавно. А я в ташкентской тюрьме сидел. В ташкентской тюрьме был. Я уже наслышан этим. Да. Это меня взяли за слово Божие. Я проповедник. Ага. Читал архипелаг ГУЛАГ, Библию и святых отцов. 50 книг аудио насчитал. Тогда интернета не было. И все это распространил по всему миру почти. Понятно. Ну, они меня и отправили отдыхать. Повидали, видно. Ну, вот оттуда направили Джамбул. Джамбул. В Казахстан. Ага. В Казахстан. Потом в Жанатасе лагерь был у нас. Ну, вот первый вопрос. И вы уже знаете как. Значит, вам нужно сейчас иметь Библию на русском языке, купленную только в православном храме. Ну, вот я купил. Вот он. Вот он у меня. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А ну-ка, откройте первую страницу. Вообще, чего он так показывает-то? Ну-ка. Как на Лопухина похоже. Синода. Синода. Синодальная? Это настоящее? Настоящее. Так, а когда ее издали? В каком году? По благословению Синода. Ну, сейчас год скажу какой. А сколько страниц у вас в этой Библии? Там, наверное, до Нового Завета идет счет, а потом свой. Соединять надо. Да, там у меня три книги здесь. Идет первая, ветховая, потом вторая, потом Евангелие идет. То есть три части? Да-да, три части. Интересно. Они, наверное, не канонические в отдельную часть выделили. В общем, десятый год у меня. Вот десятый год. Ну, это репринтное издание. Она не в десятом году. Видно, что она недавно сделана. Да-да, вот свежая такая. Сколько страниц в ней? Посмотрите, в конце. В конце. Ну, здесь есть трех книг, конечно. Ну, посмотрите. Может быть, общий есть? Общего нету. Идет под разделениями. Первая книга идет в 700 страниц. Так. Вторая книга идет в 655 страниц. По сравнению, 655? А, 653, кажется. Да. Ну, ну, 1333, дальше... А в третьей? Да. И третья идет 363. 1363. 1700. Ой-ой-ой. Вот это молодец стоит. Где ты ее купил-то? У нас в лавке православной. И сколько она стоит? 2000 рублей. Ну, понятно. Стоит того. Да, стоит, стоит. Да. Ну, береги ее. Так, если не трудно, открой-ка там третью часть. Что-нибудь прочитай на вскидку. Я послушаю. Действительно ли синодально? Проверим. Давай. Где-нибудь открой в двух-трех местах. Я послушаю. Ага. Все. В любом месте открывай. Хорошо. Молодец какой. Смотри. Молодец. Что-то это открылось. Ты не знаешь еще. Сейчас. Вот 22 глава. И он на богослову открыл. Что там? Евангелие или что? 22 глава. Откровение. Откровение. Давай, считай. Сей гряду скоро блажен соблюдающий слово пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сей, когда же услышал и увидел пыл к ногам ангела, показывающий мне сей, чтобы поклониться ему. Так, подождите. Какая глава откровения? Седьмая глава. Седьмая. Хорошо. 22 глава. 22 глава. Седьмой стих. 22 глава? Да, седьмой стих. Ну, давай. Седьмой стих. Седьмой стих, считайте. Вот, читаем. Сей гряду скоро блажен соблюдающий слово пророчества книги сей. Наверное, не слово, а слова. После буквы А стоит. А у меня «о» идет слово. Слово. Да, у меня «о» написано. Ну, ладно. Видно ошибка? Ошибки? Слова пророчества. Это не одно слово, а слова. Ну, можно одним назвать. Нет разницы. Восьмой. Я, Иоанн. Ага. Я, Иоанн, видел и слышал сей. Все. Все, все. Это настоящая Библия. Настоящая, да? Настоящая. Никакому Герману, суеслову, пустослову не верь. Хорошо. Это люди, которые работают на дьявола. Людей в ад сталкивают. Вот, я очень разочаровался и очень был в шоковом состоянии. Неужели я неправильно верю в Бога? У меня вот такое сомнение возникло. Так. Представляете, какое было состояние? Ну, я понял. Так. Какой еще вопрос вы хотели разрешить? Так. Насчет этого я уже, как говорится, понял. А теперь. Мое крещение принимается Господом Богом, что я покрестился в православной вере или нет? Видите, я не Господь Бог. Но я знаю, Господь оставил для нас закон. Мы считаем в Новом Завете. Вот сейчас я вам буду называть где. Можете открыть. Проверим. Давай. Открывай Библию. Так, ой, какая страница. Давай, давай, сейчас. Я сейчас здесь заблужусь в большой книге. Ой, я не смогу сейчас что-то найти. Давайте просто послушаю лучше. Ну, ладно. Ага. Деяния апостолов. Деяния апостолов. Восьмая глава. Записывай. Восьмая глава. Ага. Ну, с тридцать шестого стиха. С тридцать шестого. С тридцать шестого. С тридцать шестого по тридцать сороковой. Читаем. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Куда приехали? К воде. Филипп же сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду. Филипп и Евнух и крестил его. То есть, не на берегу стояли. Не чашечки на голову поливали, как католики. Сошли в воду оба. Князь Владимир крестил в Днепре. Христос крестился, Иоанн крестили в Вердане. Правильно. Апостольское правило 50. Запишите. Апостольское правило 50. Апостольское. Троекратное погружение. Так. Сразу я вас прошу. Вы знаете такую систему Mail.ru, Мой мир? Mail.ru, да. Да. Вот вы зайдите на меня. Найдите там, зарядите. Лапкин-Игнатий. Там два листика. Один я в шапке стою. Вот это, на котором я работаю. А другой там я с голубем. Это модераторы параллельно работают. Ага, хорошо. И вы попросите с друзья. Я вам прицеплю такой большой материал на все ваши вопросы о крещении. Тут не перескажешь. Тем более, это уже повтор будет. Хорошо. Вот, обязательно сделать это сегодня. Ну, у меня... Да. Вы будете задавать вопросы, не торопясь, которые вопросы такие сложноватые, отвечать будут. И где-то недели через две можете ко мне снова прийти по скайпу. Я вас сейчас приму, и вы будете легко заходить. Спасибо. Вот. Никуда умом не колеблись. Вот. Вы пока в православной церкви там поищите, где там крестились. А кто может вас покрестить правильно? А если этого не будет, и если я вас узнаю, разрешим, то у нас 12 июля будут крестить. Все, кто приедут к нам со страны. 12 июля. Воскресенье. У нас отовсюду приезжают люди, и даже были из Германии. Священники приезжают, крестятся, уезжают и снова служат. Ага. Записал. Все, 12 июля. Мы заранее сговоримся, и вот так держитесь то, что есть. Но, Игнатий Тихонович, у меня такое предчувствие, что все-таки крещение принял Святой Дух. Или ангелы. Вы эти свои предположения бросьте, есть правила. Да. Другой скажет, а я думаю вот так. Нам думать не надо, нам правила есть. Вы когда едете на машине, вам не надо думать, вам на красный надо останавливаться. Но получается, получается так, что я не крещенный, получается. Вы обмануты. Обмануты, да? Обмануты, просто папы обманывают. Деньги берут, они крестят. Все понятненько. Никогда никто не крестит. Вот у староверов, какие бы они ни были, даже раскольники, они крестят только в полное погружение. Сектанты, баптисты, пиесятники. Все крестят в полное погружение. И тем более за 20 минут меня покрестили. 20 минут. А крещение должно проходить не менее там большое время. Молитвами. Ну ладно, ладно, это другое дело там. Я внух там 2 часа не сидел в воде. Ну да, да. Понятно. Ну вы услышали, записали. Не торопитесь. Что я вам сказал? Который батюшка вас крестил, это в Ташкенте он? Нет, нет, здесь, в Нижнекамске, в Татарстане, под Казанью. Вы живете под... А, так вы живете в Татарстане? Уже в России живу, да. Я в России живу. А, в Казани. А от Казани вы далеко живете? Церковь Георгия Победоносцева. Победоносцева. А вы в Казани, это, от Казани далеко живете? 285 километров. 385? 285. 285. Дело в том, что когда мы проезжали по своей миссии, это, а у меня 38 книг вышло, я в каждую библиотеку дарил. В Казанской библиотеке мои все книги есть. Вот в чем. Есть, да? Да. Но я не знаю, какие ближе города есть, там надо посмотреть будет. Ну у меня набережная Челны, Нижнекамск, я сам живу, в Нижнекамске. Нижнекамске, я не знаю, надо посмотреть. Мы проехали 450 городовых сел. От Владивостока до Лиссабона, Португалия, Скандинавию и Прибалтику прошли. Понятно, миссия огромная у вас. Мы проехали 16 республик чеченских, в Чечне три раза были, в Турцию в прошлом году прошли, в 2014 году. Афины, в Италии, Франции, Испании, все это прошли. Понятно. Ну мы это делаем не для чего-то, а распространить благую весть о Христе. Понятно. Так, какие еще у вас такие сложные вопросы? Сложные еще есть, если есть время. Давайте. Есть, да, время? Да. Выступление Медведева, когда журналистка подошла и говорит, вот секреты говорят, что инопланетяне, вы контактируете с инопланетянами. Он говорит, да, мы контактируем, но людям это не будем в панику давать, мы давно уже в контакте с ними. Мне эта запись, я записал себе в жесткий диск и очень был обеспокоен. Как раз Слава Крашенинников, вы кажется слышали про Чебаркульского, он говорил, что люди идут в контакт с чертями. Вот мне кажется, что вот эти наши правительства давно уже занимаются в контакте с чертями. Из подземелья как раз есть такой был человек, он умер в 2014 году, Черняев Анатолий Федорович. Он говорил, что это никакие не инопланетяне, они из земли вылетают и летают летающими тарелками и дурманят человеческий разум. Это черти говорят. И наши правительства с ними в контакт вошли. Вот что беспокоит меня, это сам Медведев по телевизору сказал, я записал. Что, как смотрите на вот этот вопрос? Ну, относительно того, что из земли вылетает, это не докажешь. Но написано, он, падший с неба демон, дьявол, сатана, господствует в воздухе и действует в ценах противления. Все эти НЛО, все эти летающие тарелки и прочее, это внеземная цивилизация. Это правильно сказано. Что означает? То есть они были на небе ангелы и пали. Паши ангелы. Они говорят о черти, как Лев Толстой говорит. И они с ними ходят в общение. Зачем? Чтобы легче было принять антихриста. Когда они будут управлять вместе с дьяволом, с Иерусалимом, через евреи над всем миром будут. Да. И вот они сейчас людей подготавливают. Это все в Америке, всюду и везде уже пишут. И у нас тоже. И у нас тоже. Да, то же самое. Они оккультными науками занимались. И Гитлер, и Сталин, все. Да, да, да. И вот я когда это услышал, что Медведев давно в контакте, наше правительство, меня это сильно обеспокоило. Тогда они очень ждут серьезно Машааха своего, антихриста, грубо говоря. Они прямо ждут его, как Сабантуй, праздник. Ну, относительно того, что он сказал, имеют тесное общение, вы шибко не доверяйтесь. Может, ничего и нету. А так, на понт, как говорят. Нет, он серьезно был сказан. Все-таки, знаете, этим делом разбрасывается трудно. Он не доказать не может ничего. А знаете, другой на себя набирает такое, что я знаю, вижу. А когда начинаешь говорить, там ничего и нету. У него ничего нету, он просто хвостунг. Может быть, он имеет. Ну и что? Что Джона Довиташвили имела, посвящала Ельцина в масоны. А у самой сын погиб. Они все несчастные, люди эти. Все они несчастные, я согласен. Кашпировские. Там жена болеет, бесноватая. Сам такой. Кого он может лечить? Или Ванга эта? Это все ведьма. Вот еще есть один вопрос. У меня мама была некрещеная. Вот. И под конец своей жизни, где-то за 12 часов, она прямо вскликнула и криком попросила Господа Бога, прям молитвами. Господи Иисусе Христе, принимай эту Вою веру. Но я не успел ее покрестить святой водой, как батюшка мне советовал. И она ушла некрещенная, получается. Мне остается только молиться за нее и больше ничего. Молиться в Килейной молитве, в церкви молиться за нее не будут. А вы до себя дома. Если Господь примет, примет. Но вы в конце всегда говорите, Господи, прости, если что не угодно тебе. Понятно. Она хотела. Господь спасает ни попы, ни мы, ни спасает Бог. Понятно. Поэтому у Бога всего много. Она если это сказала решительно, разбойник на кресте не имел возможности покреститься-то. А Господь говорит, ныне будешь со мной в раю. Да. Так что вы этим себя утешаете, милосердием Божьим. Но на большее не идите. Не то, что там во сне, я видал, она воды напилась. Нет, нет. Сном я не верю. Это у вас правильное рассуждение. Сны лукавые. А почему, еще раз спрашиваю, попы-то вас решили в психиатрию-то отправить. Может быть, их надо было отправить? Вот я подумал об этом. Я просто понял, что я больше к ним не хочу идти. Дело в том, что Хрущев Никита Сергеевич был такой. Он сказал, у нас нет политических заключенных, у нас есть сумасшедшие. Я согласен. Согласен. Меня, я был в армии, меня еще там начали мучить. Меня психиатрия 26 лет мучила. На учете держали. Где бы я экзамены не сдал, в любой институт, университет, они если узнают документы в воинском билете, вяло текущая шизофрения, меня сразу выбрасывают. Чтобы я не выехал за границу, а я изучал разные языки, думаю, уйти. Учился в высшем мореходном училище, и меня все рубили, рубили, рубили. Это все мне на пользу, на пользу. Я благодарен Богу. Я хожу только к одному батюшке, это с Большей Аты в Татарстане, отец Михаил, вот к нему я хожу. У него старая церковь, старые понятия у него были. Вы знаете, что церковь благославная, она благодатная. Не за патриарха молитесь, не нам его судить. Епископы, что где не так, лишнего не говори. А больше считай священное писание и толкование. Вот вам нужно иметь, если можете, в интернете зайдите на наш сайт. Вы были? Хорошо. Я уже записал все, у меня адрес есть теперь. Нет, не в адрес, там мои книги. Толкование трехтомных Нового Завета. Ага. А если у вас есть средства, вы мне напишите, я вам вышлю. Это не дороже трех тысяч, обойдется три тома. Хорошо. Полное толкование с откровением, по святым отцам. Это огромный труд. Спасибо. Огромный, огромный труд. Я... Эти книги у Путина, у Медведя, у Патриарха есть. И во всех библиотеках мира, где мы были. Понятно. Я им дарю, а в частном порядке я продаю. Получается, наш патриарх Кирилл, он все в курсе, что происходит упадок духовного мира? Он об этом говорил. Когда он проехал по востоку и говорит, духовные развалины. Он видит это, но как делать, он не знает. Он не благовестник. Да, да. Он административный работник, и все. Да, он просто административный работник. Я каждый день молюсь, что Бог дал ему родиться свыше. Вы запишите два вопроса, которые нужно решить. Первый вопрос. Евангелие от Иоанна. Это самый-самый важный вопрос. Какой-какой? Евангелие от Иоанна. Третья глава. Ага. Пятый стих там. Надо бы народиться свыше. Ну и дальше там. Просчитайте всю главу. Ага. Первое. Родиться свыше. И второй вопрос, который вам надо решить. Быть Вадимом Духом Святым. Быть Вадимом Духом Святым. Римлянам 8-9. Запишите. Второй вопрос. Вот если это вы выполните, вы будете в раю. Ага. Записал. Это значит выполнять все заповеди Божии. Вы сказали, вот еще что. Ага. Был собор один, второй, третий. А зачем четвертый? Ваше рассуждение неправильное. Потому что возникла ересь Ария. Он отрицал Божество Христа. Была. Был и собор против него. А какой собор номер? Какой собор? Первый, первый, первый. А первый? В 325 году. В 325 году, да. А вот второй, когда Константинопольский был уже. В 381. Должно быть, надо посмотреть еще раз. Ну да. Символ веры мы читаем. Верой во единого Бога Отца Вседержителя. Ага. Второй собор, который были, там против монофилитов, монофизитов. Еретики возникали. А седьмой против иконоборцев. Кто иконы не принимал и рубил. В 787 году. Можете даже записать. Последний седьмой собор, а восьмого нет. И девять поместных было. Поместные это, ну, Карфагенский, Ладийкийский, Антиохийский. Вот, которые по определенной местности. Допустим, у вас в Казани прошел Казанский собор был бы. Ага. А вот как вы смотрите, как раз Кирилл говорил о том, что батюшка мой, да, который мне нравится. Он говорит, что Кирилл идет на восьмой собор. Неужели он состоится в шестнадцатом году в марте месяца? Видите как, восьмым они называют всеправославные. Не всемирные. А, не вселенские. А, нет, нет, это всеправославные. Ну, это хорошо. Все православные. Это хорошо. Это 15 автокефальных. Это финляндская, польская, румынская, чешская, греческая. Вот. Но старостильники туда не пойдут. Старобрядцы туда не пойдут. Да. Тут работа большая. Старобрядцев сильно обидели, гнали, убивали. И русская православная церковь, вот где патриарх Кирилл, они должны принести покаяние перед старобрядцами, как сделала зарубежная церковь. Они говорят, мы не гнали, предки наши, предки гнали. И не потому ли нас достигла вот эта революция, когда нас стали расстреливать не за вас ли. Да, да, да. И мы просим прощения у вас, стоя на коленях. Вот так надо покаяться, как русская православная зарубежная церковь покаялась перед старобрядцами, ревнителями старого обряда. Вот так. Попустили мы грехами своими. Да. И все более, и до сегодняшнего дня, вот это падение наше духовное, только из-за того, что мы занимались, вот, как говорится, как говорится, вот этой всей ересью. Так, ну все, вопросы кончились? Кончились, спасибо вам. Все, давайте с Богом. Если будут большие вопросы, вы их записывайте, и недели через две выйдете вот в это время. Так, попозже надо. В семь вечера. В семь, хорошо. Вы запишите, в какое время можно заходить. С трех Москвы. С трех до семнадцати. Хорошо. Спасибо вам. Игнатий Тихонович, с Богом. С Богом. Спасибо. Христос слава. Выключайтесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok